Добрый день, дорогие друзья! С вами снова компания ВГРНРУС. Продолжаем нашу рубрику «История пиоварни». Сегодня у нас в гостях главный технолог пиоварника Саухов Сергей Сафонов. Добрый день! Сережа нам сегодня принес часть своей продукции, которые изготавливают на своем заводе. Также с удовольствием принес нам этикетки, то есть все не смог принести, потому что очень много продукции разливается в кег, Серега ты говорил. В основном кега. Поэтому отдельно все это увидите, какие сорта ребята варят. Ну и конечно мы сегодня поговорим о твоей пиоварни. Скажи, пожалуйста, пиоварник Саухов, мне сразу в голове, почему такое название? Какая история вот этого названия возникновения пиоварни? История простая. Два шефа поехали до Иркутска в самолете. Влетели долго и вышли оттуда, можно сказать, косыми. В легком настроении. В легком настроении, да. Помятыми. Ну и они долго думали, как назвать пиоварню. И тут у них идея сама собой и пришла. Косое ухо. Ну а так как тут нарисован с бочонком такой колоритный мужчина, в принципе, два шефа были, ну ты сам прекрасно знаешь, большие и огромные. Ну и поэтому так и назвали. Скажи, пожалуйста, получается, в каком году пиоварня образовалась уже? В году, в девятом году конкретно она заработала. Мы в августе месяце, ну вот у нас первые варки пошли, значит, монтировал, значит, фирма Мавим австрийская. В девятом году мы ее взросли. Известная компания. В девятом году, опять же, напомню нашим телезрит, что пиоварня находится в Нарфоминске. Город Нарфоминск, да. То есть, от Москвы относительно недалеко. Ну, 60 километров. Поэтому, если кто будет ехать по Киевскому шоссе, электрички ходят вообще просто без остановки практически. Пиоварня образовалась в 2009 году. Скажи, Сереж, изначально сколько вообще? Большая это была пиоварня изначально, маленькая? Как вообще начиналось? Пиоварня сама была не очень большая. Двухтонный варочный агрегат, классика. Ну, автомат, насколько я помню. Ну, полуавтомат. Ну, как полуавтомат. Ну, а что подозревать под автоматом? Ну, я говорю, что в основном все процессы ведет автоматикой. Процесс фильтрации человека. Процесс фильтрации, да. Ну, считай, просто. Просто в Лужниках было там, по-моему, даже хмель задай, только писала. Да-да-да. Или звонила там, ну, подзывала. И сколько? Кстати, тоже мавимская пивоварня была в Лужниках. Сколько изначально вы вообще варили сортов, как-то стартанули? Ну, стартанули, ну, сортов, наверное, пять от силы варили. Ну, это светлые, темные, ячменные сорта, плюс пшеничные. Тогда была и редкость, пшеничное пиво, плюс пшеничное пиво. Сначала варили пшеницу на 33-х дрожжах, а потом уже на ВЛБ. Ну, то есть, народ захотел вкусности. Правильно, я тебя понимаю, сейчас 2009 год, сейчас уже 24-й. То есть, твоя пивоварня уже другая дата, 15 лет в этом году. У-у-у, какой знаковая тема. То есть, в процессе вы, наверное, расширялись как-то? Да, расширялись. Значит, сначала докупали ЦКТ больших размеров. Сначала у нас были 4-тонные, потом докупили 8-тонные, а потом вообще 24-тонные. Но прикупили еще дополнительные емкости для варки. Это сусло-сборник и еще варочный котел. То есть, у тебя сейчас на заводе два варочных порядка получается? Ну, не два, он просто такой... Совмещенный. Получился как бы... В комплексе, да? Нет, один полноценный порядок. То есть, это заторник, фильтрационник, сборник сусла. Пятипосудник, в общем, получается. Да, пятипосудник. Еще заторного котла нету. Еще бы заторный котел и вообще был... То есть, уже... То есть, вы традиционно, основной ваш продукт был обычный цвет лагерное пиво? Да, в основном, ну, лагерное пиво. Ну, потом, по мере потребления, то есть, людей уже стали что-то другое варить. Мы стали... Запросы пошли? На данный момент у нас варится, значит, из ячменя пиво, то есть, ну, ячменное, да, пшеничное пиво и ржаное пиво. Вот, кстати, с ржаной тем очень интересно. Значит, дальше идет, значит, светлое, темное, полутемное, ну, и там... Дальше что там? Типа бока, ну, лагер. Крепкого лагера. Ну, да, да, там, еще что можно сказать. Еще объяснить. А ржаное пиво скажи. Вот ржаное пиво, кстати, вот ко мне ребят приходили, я пока ни от кого не слышу, что варили. Вы ржаное прямо с самого начала варили? Нет, нет. Почему так вообще идея пришла к ржаному пиву, кстати? Ну, у Василия Ивановича я был, и Василий Иванович показал мне... Кто не знает, это главный пивар Велкомарава. Велкомарава. Это самое, как Василий Иванович похвастался, смотри, я сварил ржаное пиво. Ну, он варил с добавлением концентрата. Ага, понятно. Как он сказал, с добавлением концентрата. Ты решил на солоде? Я на солоде решил. Решил на солоде. Сначала, ну, сначала был импортный солод, потом Вас начал покупать, то есть вы начали производить ржаной солод, не ферментированный я добавлял, плюс карамель. А сейчас стал немножко тоже поправил рецептуру, да, стал ферментированный добавлять. Где-то в общей сложности 25% от засыпания. Вот, и прям это очень смело, потому что, как правило, до 20%. Это фильтрация, это фильтрация... Сколько фильтрации у тебя идёт по времени? Ну, где-то часа три. Ну, кстати, это ещё более-менее. Это неплохо. В принципе, у нас, ну, средняя фильтрация идёт два часа. Ну, плюс-минус, там, на лагере, конечно, и меньше может, там, час там, например, 40-40, час-40, да, так это стабильно. А вот там пшеничное пиво и ржаное пиво, да, это немножко. Ну, там немножко другие режимы затирания. Я вообще считаю, что ржаное пиво в нашей стране немножко недооценивало, и почему мало его варит, я не понимаю. Вот вкус очень. Вот у нас очень хорошо брал юг ржаное пиво. То есть на лето прям... Ставропольский край, он просто вот балдел от ржаного пива. А вот средней полосы нет. Как-то и не ложится. Больше классу хочу. Ну, наверное, но я бы не сказал, что... А, кстати, плотность какую делаешь? 13-13%. Ну, такое нормальное содержание аллоколголя. Да, нормальное содержание питка и пива. Ну, вот так. Ну, очень интересно, интересно. Хорошо, ты мне говоришь, что вы пиво продаете, помимо своего, вот, Московской области. Часть, наверное, в Москву продаете. И плюс ты говоришь, вот, на регионы. В регионы. В регионы. Какое пиво отправляете в регионы? Вот, например, ну, все, Краснодарский край, Черный море, это бездонный. Серёга, сейчас Краснодарский край перекрыли. Ну, там своих пивоварим хватает, и как бы... Сейчас движение в другую сторону пошло. В другую, на север. На север, да. На север где-нибудь в районе Плесецкое, понимаешь, вот туда вот. Ничего себе. Вот интересно, я вот смотрю твои этикетки и названия такие интересные, оригинальные. Вот Пьяный лось, например, или вот Полный песец. Это вообще кто этим дизайном занимался? Вы какого-то нанимали, это какие-то ваши новые компании? Да, у нас в компании есть люди, которые... Креативщики. Креативщики, да. Ага. Ну, скорее всего, это люди, которые связаны с компьютером. Ха-ха-ха. 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 Такой вопрос. Я так понимаю, что у тебя линии розлива нет? У тебя практически у ребят продается в кеге. Да. Все это драфт, как говорится. Пиво в фильтруте, по-моему, ты говоришь тоже. Да, пиво есть, значит, сепаратор, есть рамный фильтр и есть еще картриджи. То есть стойкость, в принципе, может там добиться до трех месяцев спокойно, до полугода, если надо. У меня такой вопрос. А была ли мысль разливать стекло, например, в пиво? Или просто тебе сейчас не хватает мощностей, чтобы хотя бы просто в кеге... Нет, не хватает места, где это развернулся. А-а-а. То есть вы ограничены вашей территорией? Да, ограничены. Территорией и пока как бы... А была мысль как бы, ну, еще какую-то площадку построить? Ну, а площадку, где ее найти? А, надо еще найти ее, чтобы это построить. То есть это тоже сейчас проблема? Да. Найти проблема, кадры проблема. Вот, кстати, хорошая тема насчет кадров. А что у вас? Все проблема. Давай так. Ну, вот вас, я как бы тоже в свое время работал на вашей пивоварне, и ну тогда... Я тебе больше скажу, ты даже этих ребят знаешь, которые работают. Да. Это два брата, это точно ты знаешь, которые... Да, мне такой вопрос, что, а дальше-то что? Вот какие-то люди новые приходят, вы как бы в них вкладываете что-то или нет? Как вообще происходит сейчас? Ну, честно говоря... И люди приходят, уходят, как вообще? И приходят, и уходят. Такие есть тоже. Есть и такие, которые пришли, две недели отработали, сказали, не мое. Даже, говорят, денег не надо, все, ухожу. Тяжелый труд, ребята, тяжелый, потому что надо... Солод потаскать. Солод потаскать, кеги потаскать. Наварочный зай бросить. Да, ну мало того, что все это надо еще потом помыть, ребята. Самое главное, чтобы... Чистота. Совесть, наша совесть пивовара, понимаете? Вот этот вот, вот этот момент надо не упускать, никогда. Вы там знаете, что состоит пиво из сол до воды, хмеля, дрожжей. И самое главное еще, совесть пивовара. Ну да, в этикетке это, конечно, не пишется, но подразумевается. Это в этикетке не пишется, но это подразумевается. То есть... Из этой совести будет у вас потом... То есть к мойке относитесь очень строго, мойте и щелочью, и кислотой, и дезинфектантом. И щелочи, и кислота, и дезинфектанты, и пропаривание, и... Потому что некоторые, допустим, ежи... И пенные генераторы, и там... Встречаясь, а мы что, мы помыли каустиком, да и все. Ребят, вот я хочу похвастаться, что у нас на заводе австрийские полы. 15 лет, ну да, конечно, есть, где... Моменты есть, где надо подремонтировать, да, но... В целом все целое. В целом все целое. Просто приходишь на некоторые заводы, а там просто пола нету. Все, как работают ребята? Нет, бывает просто бетон в дырках. Я видел неоднократно, бывает плитка вся такая колотая. И такие уже черные дыры. Черные дыры, да. А это, понимаете, это инфекция, это... Это все. Скажи мне, пожалуйста, вот с персонала, вот вернемся к персоналу. Приходит ли молодежь или... Да, конечно, приходит. Приходит молодежь. Кто-то интересуется или тоже поработали немножко и тяжело, я пойду в другое. И так и сяк бывает. И так и сяк бывает, да? Есть, которые ребята... Вот он, предположим, пришел, он помощников сначала поработал. У нас обычно все пивовары вышли из помощников. Это самое, как его... Пришли ребята, поработали, зацепились, поняли, что делать. Там, предположим, сначала там научились оборудование мыть. Дальше кеги наливать. Дальше пошла сип-мойка. Ну вот. А дальше уже смотришь ребят, подтягиваешь и уже смотришь, они уже могут работать пивоварами. То есть... То есть молодежь все-таки идет. Идет, конечно. Интересная тема. Ну и зарплаты немножко повышаются сейчас. Поэтому... Ну раньше это была вообще беда зарплаты. Я так помню, средний ценник пивоваров по России там 35 тысяч рублей был в свое время. Да. Сейчас я как бы смотрю, ну вырос, ну где-то 50-70 тысяч, я думаю, если не соврую по среднему по России, это сейчас идет. Да, в каких-то регионах бывает и меньше, конечно. Но в ценах, если брать там Питер, Москву, Нижний Новгород, то ценник такой держит как бы нормально. До 100 можно спокойно доходить и вопросов нет. Все зависит от квалификации пивовара. Такой вопрос. Санкции. Многие производители солда ушли. Как вы из этой ситуации выходили? Легко. Есть Гринрус. Это понятно. Нет, это понятно. А вот раньше же мы все работали на импорт, если ты помнишь. Мы работаем на австрийском штамаге, например. Часть Вейрмана мы покупали. Сейчас вообще, как вот у пивовара, есть выбор вообще, если на рынке посмотреть, как вот сейчас пивовара обходится? Как вот вы сами, к чему пришли? Ну, пришли... Что-то заменял же ты тоже, да? Да, конечно. Но я сейчас еще раз сказал, что мы... Гринрус сделал... Но у нас была задача... Темные солода, и этим все заменилось. Понимаешь? А светлый солод? Ну, он как бы... В Африке светлый солод. И в Африке весь. Он все делали. И в России, и тут... Белорусы, пожалуйста. По Москве. Не, ну, у нас так могу сказать, что если так брать рынок солодовин в России, то есть общий номинальный где-то рынок миллион двести тонн. Нет, это ваше. Есть же... Ну, есть в питерце... Я про это и говорю. Есть там... Самое большое, это у нас Авангард 400 тысяч тонн. Авангард, да. Кстати, он близко находится от нас. Ну, понимаете, когда в Авангард приезжаешь, и стоишь целый день в очереди за солодом, и тут... Там как на рынке, что ли? Да нет, понимаешь, там, вы подождите, там, у нас там сейчас загрузятся фуры, и тут водитель стоит, а у него еще там машины надо развести, и там еще что-то... И тут... Истерика начинается. Истерика начинается. Почему меня не грузят? Это в сезон, и у нас в Курске такое бывает. Опять-таки, в Гран-Русси мы приехали, и нам все быстро загрузили. Хотя были в Курске там эти нюансы. Когда сезон, ребята, это у всех. Когда у нас шел перегруз, когда не грузили, когда на поддоны, а поддоны не выписали, тоже было. Да, да. Все было. Ну, это все такое больше лирик. Это все, это самое, все решилось. Тема такая, что вот мы как бы у наших клиентов спрашиваем, да, почему Гран-Русси расширил так сильно линейку, да, 24 и тому. На сегодняшний момент 27 видов спецсолодов. Самая последняя у нас новинка, мы сделали отдельно висковый солод для производства виски. У нас идет копченый солод, сейчас уже тоже купили коптилку промышленного масштаба. Мы сейчас делаем овсяный поджаренный солод с ароматом фундука и еще у нас один солод это карамельный пшеничный. То есть мы стараемся удовлетворить сейчас все потребности наших клиентов, потому что Верман ушел, Викинг у нас ушел. То есть такой богатый специалитет. Кастом-малтинг остался? Кастом-малтинг остался, да. Мы тоже продаем Swine есть, есть Simpson, но это, как вам сказать, достаточно дорогие сейчас поставщики. Очень дорогие, очень дорогие. Сейчас вот даже мы продаем кастом-малтинг, даже делаем там, даже своя оптимальная логистика. Мы берем это большими контейнерами и машинами. Сейчас средним кастом-малтинг светло стоит 150 тысяч рублей. Если мы вернемся к нашим истокам, к нашим российскому солоду, средний ценник российского солода сейчас от 40 до 48 рублей. Ну да. Сами понимаете, 150, ну пускай 50, но три конца. Я считаю, что это, конечно... Давайте будем работать на том, что есть, понимаете? Пусть они там подавятся у себя там. Дальше, также, я не знаю, Сережа, знаешь-то или нет, мы запустили хмелевую программу. У нас уже в этом году второй урожай хмеля. Мы зарегистрировали 13 сортов. И уже в этом году мы первые 7 сортов собрали урожай. Ну, второй урожай, который уже... И также, как у нас импортозамечение модное слово, да? Мы сейчас стараемся. То есть, получается так, что для наших клиентов есть выбор уже работать на импорте, работать на российском середине. Но пока российский хмель, он дорогой. Объясню, почему дорогой. Дорогой, потому что небольшие партии у нас пока получаются. Потому что хмель, культура такая, она достаточно долго созревает. То есть, минимум 3-4 года для полного плодоношения хмелевой шишки, к сожалению. Поэтому мы в этом году надеемся, что выйдем там... В прошлом году мы собрали, по-моему, в районе что-то 20 тонн. То в этом году планируем, ну, 78 тонн собрать. Но опять же, смотрите, какая погода в мае. У нас замечательно был снег, были заморозки. Кстати, часть хмеля тоже немножко пострадала у нас. Мы посмотрели, но надеемся, что на общую картину это не смажется. Поэтому импортозамещение есть, и мы клиентам своим даем вот эту возможность. Скажем еще такой вопрос. Хорошо, с персоналом понятно, молодежь приходит-уходит. Вы вообще как-то их привлекаете? То есть, ну, зарплата, ладно, какой-то у вас соцпакет, или у вас какие-то там обучалки, или у вас какие-то там, я не знаю... Ну, соцпакет, он стандартный. То есть, там идет... Вы там их там возите на выставки, какие-то семинары делаете. Как вот вообще у вас это нужно? Ну, ребят, предположим, недавно возил Каспаря Брой. Показывал аналогию. То есть, они приехали, конечно, там, вау, там, понимаешь, все как бы... Ну, у них варка там в неделю, или там две варки в неделю, понимаешь? Грубо говоря, по-нашему плюют в потолок. Да, плюют в потолок, да. Ну, нет, ну, как плюют, они занимаются другими делами. У них там... Это ты в Авторосу ездил? Куда вы ездили? В Авторосу, в Обнинске. Вот. И, короче, мы... Красивый медный варочный, наверное, да? Да, все. Ну, рассказали о своих проблемах, привезли свою продукцию, понимаешь? Потом пивовар звонил, ну, говорит, очень понравился вискарь. Ну, да, Сережа, иногда они, я так понимаю, когда был у них на пивоварне, они иногда балуются крепкими напитками, их сами гоните там что-то, да? То есть, параллельно пиву могут сделать и крепкие напитки? Нет, у нас есть... Да, конечно, это для себя, только чисто для себя. Ну, есть, во-первых, иногда брак какой-то возвращается, можно из брака сделать... Ну, пожалуйста, биршнапс никто не отменял. С кишей пива раньше выливали, в твои годы, кстати. Да, да, да. И, короче говоря, очень путем нескольких перегонок получается прекрасный дистиллятик, и, как бы, в бочечку засунуть. Для нашей армии подписчиков, кто биршнапс, я вам скажу, очень неплохо. Ну, и, короче говоря, это самое какое. Сергей не даст соврать. Ну, то есть, вот, типа такого. То есть, кругозор вы стараетесь, пивоваров воспитываете, какие-то книжки покупаете, какие-то выступки участвуете, в фестивале какие-то участвуете, что у вас бывает такое? Ну, да, поедем, поедем сейчас вот в Сочи. То есть, вы в фестивалях пивных участвуете, продукцию ознакомиться у ваших новых клиентов, наверное, так же ищете. Ну, а сбыт, опять же, так же расширяете. Да, конечно. Все 15 лет подряд. Ну, потому что, как говорится, ничего не стоит на месте. Я так понимаю, сорта вы развиваете дальше. Ты говоришь, начал со светлого, с пшеничного, с темного. Сейчас уже ржаной, я вот вижу тут разные. Ну, там есть и стаут, есть и мажорный стаут. Вот даже смотрю, вы ли лимонады еще делаете? Лимонад, да. Погвоз даже, ребят, ничего есть о настоящем сахаре? С настоящим сахаром. Да, и платьем аксизы. Ребят, это очень круто. Шеф сказал, что нет, никакого химоза не будет. Никакого посластителя. Ну, опять же, вот сейчас последнее то, что я читаю, научные труды, что, с одной стороны, мы все боремся с ожирениями и так далее, чтобы уже люди меньше ели аж сахара. Но, как поразовывает практика, все вот эти сахарозаменители, они гораздо больше вреда наносят по желудочной железе, чем сам выработка инсулина. Да, да, да. Поэтому я вам советую, если уж покупать лимонад, покупайте на натуральных основах, как вот ребята, они покупают натуральные основы, плюс делают на сахаре все-таки. Ну, пейте лимонад, да, можете разбавить его водой, чтобы меньше сахара пить, но вот как-то так. Газированной водой только. Да, 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 газированной. Непростой. Поэтому, кстати, лимонады немногие пивоварни делают, ребята могут похвастаться. Я так понимаю, что ты просто один нам привез, пару-тройку лимонады вы там делаете. И вот в этот раз дюшес. Нет, в основном дюшес и... У вас еще какой-то был вкусный. И буратино. Буратино лимонад. Буратино лимонад. Ну, в принципе, одно и то же. То есть, смотри, а есть, так сказать, то есть, по сути, пивовары, которые, например, ну вот в зиму тоже, ну, у всех же лизация падает, у многих как это сильно. Чтобы как бы сильно не проседать, делайте лимонады, и все будет неплохо. Ну, лимонад тоже зимой не очень идет. Тоже не очень, да? Все-таки больше это крепкое тело. Нет, ну, лучше, чем квас, но... А, кстати, с квасом. Вы когда-нибудь с квасом баловались, не баловались? Ну, на другом заводе, да. На другом заводе делали, да? На другом заводе. Ну, тема квас вообще, ну, я квас делал, и на пивных дрожжах. На пивных дрожжах. Да, можно как бы на пивоварном производстве это делать. У меня даже был уникальный случай, клиент. То есть, они хотели сделать квас. Ребята под нас делают, на таганке сделают. Под нас, да. А я тебе случай расскажу, что у меня был клиент, который варил пиво и говорит, Сергей, ну, давай приедем, сделай нам квас. Я приехал и сделал квас. И через полгода он мне звонит, Сережа, слушай, что-то пиво как-то долго, да мы занялись квасом, но у нас все неплохо. И они прямо вот на квасе реально, то есть, у них сезон с апреля по октябрь, они самые основные заработанные денег. Да, они зимой немножко, может быть, там, ну, пиво варят, но они так настолько перешли на квас, что квас тема интересная. Во-первых, оборачиваем старое, у вас танк оборачивается за трех суток по сравнению с пивом. Ну, это, опять-таки, квас хорошо идет у нас на югах, ребята. Это да. Там на нем можно деньги заработать, здесь денег практически Ну, если какой-нибудь, ты знаешь, замена Ко-Кола, Фанти и так далее. Ну, да, понимаешь, в наших краях я только знаю хорошую Тороси в основном. Ну, Роси была... Да, она и есть. А Чакова, конечно, сейчас уже... Ну, А Чакова, это большой завод, так я говорю, что... Ну, хотя там они, я так смотрю, вот Вашан недавно ходил, они на смородине делают, они вот эти, у них есть и крошечный, клюква, ну, да. Бородинка там, у них очень интересный вкус, но, опять же, это не для всех. Квасок? Ну, не для всех. Вот, дети у меня пробовали, говорят, нет, что-то не то, а вот обычно ржано они могут с удовольствием попить. Да, вообще, на самом деле, с квасом пока такая, могу сказать, рынок вообще нафиг не насыщен, потому что, ну, нет такого супер... Нету спроса. Ну, то, что спроса, может быть, как бы, все акцентируют внимание как-то не на том, а так же, квас наш исконный русский напиток, и делать его вкусным, креативным. Я и с хмельем делаю, с соками разными, очень интересно получается. Хорошо, мы немножко отвлеклись с тобой от темы, то есть, дополнительно, что можно в пиоварне производить квас, можно производить лимонад, пробовали производить сидры, вот и некоторые пиоварные сидры вообще были. Только в домашних условиях. Только в домашних условиях. Яблок много. Я привозил. Пиши дачников, куда яблоки-то девать. Уже повидло закрыли, компоты закрыли. А что дальше-то? Был опыт сделать кальвадос, но с чистого сока это вообще был кошмар. Короче, не очень плохо. Нет, почему? Получился... Во-первых, сока нагнал 210 литров, понимаешь? Из него получили кроводозу. Да, только бочку 25 литров, которую выпили моментально почему-то. Сказали, давай еще. Я говорю, нет, ребят, больше я не буду, хватит уже, надоело. Да и яблони уже пришли в негодность некоторые, которые столько давали яблок. Слушай, а с чем это связано? Это просто вырождается яблони поэтому или что? Или просто климат начинает меняться? Нет, ну не знаю, старость уже. Просто старые яблоки, да? Да, там уже лет по 40 яблони, понимаешь, уже было. Да, я помню, что яблони в среднем до 30 лет спокойно потом уже. Ну реально вырождается. Хорошо, по квасу сидору, по лимонадам проговорили. Скажи мне, пожалуйста, какой у вас самый сейчас хит-продаж? Ну, светлое пиво напускаем. Хит-продаж. Это фильтрованное пиво, ребят. Все фильтрованное пиво. Я не знаю, народ, наверное, напился нефильтровки. Сейчас все. Этого живого говорит нам вот так, давайте нам бездрожжевого вкуса. Да, бездрожжевого вкуса, честно. То есть обычно светлое 12%, а около 4,5%? Да, да, да. Причем, ну, нет, не обязательно 12%. И 13% это темное, там, вот мы варим, да? Ну, в основном пьют фильтрованное пиво. Только фильтрованное. Да, ну все как бы... Все хотят красивый цвет, все хотят все чисто, прозрачно. Все хотят, чтобы без эксцессов. Да, у некоторых есть какая-то несовместимость с дрожжами. У меня у родственников некоторый пиво пьет, начинает покрываться аллергией на дрожжи. А фильтрованное пьет спокойно. То есть фильтрованное все-таки ты считаешь уже как бы... Да, это классика, да, классика, светлое, фильтрованное. Хорошо, окей, а что такое самое необычное, что вы варили? Я помню, что вы же, помимо того, что сами варили, вы что-то кого-то варили по контракту. По контракту варили. Что такое необычное в твоей практике? В те времена было все необычное. Потому что когда надо было задать, там, килограмм сорок хмеля, понимаешь? И такое было. Да. То есть IPA какой-то вы варили? Да, IPA там или сколько-то там, 20 килограмм кофе молотого, понимаешь? Ну, у меня просто там, наверное, что-то вздрагивало в плане теплообменника. То есть забивалось это все, конечно, тяжело. Ну, только это, наверное, это поначалу, а потом уже... А сейчас вы сколько выпускаете, получается, сортов? Я не считался. Ну, больше десяти уже. Да, конечно. Где-то больше десяти. То есть, видите, ребята за, получается, 15 лет ребята с четырех сортов ушли уже за 15 и вышли. Ну, понимаешь, там... Опять же, можно больше, если только парк танков бы позволял, я так понимаю. Да, конечно. Парк танков... Ну, мы, честно говоря, сейчас вышли с 24-х тоннами, сейчас вышли как бы на стабильность по времени выдержки пива. То есть, ты ища стандартно, там, три недели минимум не выдерживаешься. Да, 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 понимаешь. А то и летом доходило, ну, сами понимаете, вообще, я не буду говорить на камеру сколько, но было страшно. Не, ну, ни для кого секрет, что десять дней, готовь пиво готовое. Да, все с этим встречались. Даже было и меньше. Просто, ну, шеф, он не понимал, как это, нет пива, а на улице 40 градусов, и как бы... Ну да, что делать? Дайте людям воду холодную. Ну да. Ну и мы давали. Скажи, пожалуйста, ладно, поговорили про эту тему, а теперь неприятная тема. Проверяющие органы, сильно ли вам рост алкоголь, регулирование и так далее мешает? Ну, мы работаем по счетчику. По счетчику вам просто ответственность. Каждый раз отсчитываешь? Да, 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 да. И поэтому, как бы, мы, да, по счетчику и все. То есть, да, каких нареканий нет? Да, постоянно. А вот эти эгоисы, эгоисы? Эгоисы, конечно. Проблем нет, я имею в виду, что... А, честный знак, скажи мне. Конечно, конечно. Тоже честный знак. Там это у нас, я кому-то, ну, сейчас потом покажу тебе, показываю. То есть, там аппарат, который печатает этот честный знак, он, знаешь, там, я в течение двух минут снимал, он все печатал, печатал, я на другую пивоварню говорю, а у вас как? А, и все. А у вас? А у нас вот так. Ну да, нет, особенно, я знаю, что сложности возникают... То есть, у нас каждый, ну, каждый день приходят люди, и, как бы, они обмотаны этим самым, как его, этим... Честным знаком. Честным знаком, и вот все это... Ну, самая страда, это те, у кого есть линия розлива, все многие жал, что сокращается... Нет, мощность линии розлива падает на 10%, потому что вот это печатание, опять же, попадает на это все дополнительное оборудование, и все дорого. В общем, опять очередной раз я доска говорю, отъем денег у производства, я бы так сказал. Ну да, конечно, конечно, отъем денег, акцизы повышаются, налоги повышаются. Скажи, пожалуйста, вот последняя вот тема, ну, ты знаешь, сейчас рынок пива у нас меняется, потому что компания «Балтика» вернулась в лон России, то есть все собственники перешли опять российский, Баловил опять посадили директором, но отсюда вообще по всему рынку пошло. Баловик заканчивал наш институт. Ухныки научился, кстати. Я про то, что сейчас идет передел рынка, и сейчас вот это начинает повышать цену пива, то есть убили за это МРП, вроде ее там продавили, и как вы вообще на это реагируете? Вам в пользу, не в пользу, как вообще? МРП, что такое МРП? Минимальная розничная цену на пиво. Повлияло как-то на вас это? То есть вы сейчас испытываете какие-то трудности с продажами пива? Цены вы можете повышать или нет? Или наоборот, сейчас тяжело цены повышать? Народ очень сильно жило реагирует. Ну, как люди, которые этим занимаются, да, постоянно повышают, честно говоря. И у вас такая же цена? Ну, конечно, инфляция идет, затраты идут, бензин растет, оплата труда растет, то есть вот эти все вот эти нашлепки, наклейки, все вот это, все это дорожает, и, соответственно, и пиво будет нишеветь. Скажи мне вопрос. А, допустим, ну вот есть клиенты, вот многие хотят, а вот мы хотим попить настоящего косолковского пива. Есть ли у вас свой флагманский магазин или у вас сеть магазинов? Да, конечно, сеть магазинов есть. Сеть магазинов. Она у вас именно в области или в Москве тоже есть? В области и в Москве. В области и в Москве. В области и в Москве. Ребят, кому интересно, я думаю, что на сайт пивоварника «Косолков» зайдите, там, наверное, адреса будут. Да. А много ли магазинов? Так на память не помню. Не помню, нет. Но есть. Есть, конечно. Я помню, в свое время у вас даже ресторан был. Там под франшизой, нет, ресторан все закрылись. Закрылись, да? Это когда вот все это с пандемией все связано, да? Да, да, да. Вот это все потом сломало. Ресторан, кстати, неплохой был в свое время, я помню. Ну, да. Ну, покосило, всех покосило. Понятно. Значит, смотрите, магазины фирменные есть, то есть там можно купить без особо сильной наценки. Какой там средний ценник на пиво, Серега, сейчас у вас? Честно говоря, не знаю. Вот, честно. 120 рублей, может? Ничего тебе не могу сказать. Не касаешься даже. Я в магазины не хожу. Ну и слава богу, ладно. Пивовар должен заниматься с вами работой. Вот нас смотрят многие домашние пивовары, да? Кто-то, кстати, очень много людей, которые от самогона варенья пришли к пиву варенья тоже. То есть надоело самогонку делать, хотят пивоварить. Что им пожелаешь вот в нашей профессии? Стоит ли заниматься? И, ну, вообще, на правильном они пути? Какие твои рекомендации? Сопа, ты же в пивоварении уже боялась сказать, сколько в этом году уже? Я могу сказать одно. Рассказать историю. Давай, давай. Я не буду говорить на путстве. Давай. У нас был один парень. Он работал пивоваром. Мы его научили. Он сначала был помощником, потом его научили в пивоваре. Потом он сказал, я нашел другую работу, но в пивоварении остался. Он приобрел ЦКТ. Небольшой. Литров на 50. Пластиковый, по-моему. Но с охлаждением, по-моему. Ну, в общем, ЦКТ с охлаждением. Ну, Шпигель, по-моему, компания такая сделала. Значит, добавил к нему охладитель. Да. 200-литровый. Пивной. Пивной. Да. То есть, сделал... Ну, подстоечный охладитель. Да, подстоечный охладитель. Сделал, значит... Короче, сымитировал охладильную машину. Сымитировал охладильную машину. Да. Всё. Дальше. Короче, и варит дома у себя. Да. Иногда я покупал ему солод. То есть, заказывал солод. Он там... В общем, доволен, человек работает с ним. Да. И он делает, ну, постоянно приносит какие-то там... Образцы. Образцы, да. И неплохо получается. Ну, слушай... Ну, если человек... Вот так вот, если занимается, это одно. А если человек там по-другому как-то, ну, не знаю, в бутылочки налить, там, в холодильничек бросить... Ну, видишь, у вас получается так, что человек из промышленного пивоварения, он пришёл в домашнее. В домашнее. А у нас, ребята, сейчас из домашнего в промышленное. То есть, в принципе, и туда, и туда движения идут. Могу сказать так, что промышленникам будет легче в домашнего переходить. Потому что промышленники после огня вводят блюдные трубы. А домашникам им как раз вот этой практикой промышленно не хватает. Поэтому им надо ещё учиться. То есть, мало того, что ты дома у себя варишь, надо считать книжки. Да, конечно. По пивоварению. Ну, обязательно. Ну, и плюс практика. Тут без практики мы как бы не... И надо как-то консультироваться, ребята. Понимаете? А то, понимаешь, начитавшись книжек, а почему это не так? Ну да, Серёж так говорит, потому что у него есть работники, которые тоже пришли с домашнего пивоварения, приходят на завод и начинают для них это новая страничка их жизни. Они не понимают, что нужно делать вот так, а не так, как они привыкнут дома. Ну вот, я сегодня, предположим, уезжал, но это был на другой пивовар, не на Ксаухове. И я человеку объяснял, что надо... Я вот задал дрожжи, понимаешь, а ты потом сусло туда задай, там постоит, там, предположим, ты будешь качать... И перекачаешь. Да, через там, как останется у тебя определённый объём, ты тогда и перекачаешь. То есть дрожжи разбросятся, а он говорит, а мы делаем по-другому. Мы сначала задаём сусло, а потом дрожжи. Я говорю, ну я не могу ждать, мне надо уехать. Понимаешь? Ну вот такие нюансы, плюс опять же, промышленная пивовара. Они упертые и не могут логически... Да, они не понимают. Они не понимают. Ну или особенность танков, например, у тебя ЦКТ с боковым люком, как-то туда, извините, уже в полный танк задашь дрожжи. С боковым люком? В какой? Ну, вообще, если у тебя ЦКТ с боковым люком, ну я, говорит, потом дрожжи задам. Такие тоже есть. А потом куда? Ты люк будешь открывать? Ну да, такое, это... Я говорю про эти нюансы, то, что домашники, они, ну, не всегда понимают. Поэтому, да, некоторые ребята приходят такие гениальные, но, опять же, ребят, специфика большого промышленного предприятия, это немножко другое. Это большой объем, это повышенная ответственность, это подход к мойке совершенно другой. Если вы там домашнике берете там Старсан, который универсальное средство все моет, то в промышленных пивоварах это и щелочь, и кислота, и дезинфектант, и пропарка местами. Поэтому здесь про это не забывайте, и... Ну, опять же, опыт он все даст, и пивоварная, конечно, работает наоборот. Ребят, вот самое главное, вот вы сделали одно, думайте о другом, то есть вы должны последовательно думать, что, зачем идет. Да, да. А если ты сделал, вот, и стоишь дальше, не знаешь, что делать, это вот... В общем, есть сложности такие. Ну, в общем, ищите пиво косоухов, объем... Сортовая линейка большая, очень советую попробовать ржаной, тем более сейчас у нас производитель ржаного пива в Москве, но я практически, кроме них, я никого не знаю. Вот, и в России вообще очень мало, по пальцам можно посчитать, потому что варят они ржаной очень интересные, плюс Сережа использует ржаной ферментированный, очень ароматный, хороший, вкусный, с хлебной корочкой, прям очень... Ну, по сути, пьешь пиво, ну, как крепкий квас, ну, пьешь пиво, ну, вкусный. Ну, квасом не пахнет, перестаньте. Я в том плане, что ароматика хорошая. Да, поэтому, пожалуйста, заходите на страничку косоухов, ищите адреса магазинов, где можно попробовать. Также, если какие-то вопросы будут, пишите комментарии по данному видео, Сережа с удовольствием ответить на все ваши вопросы. Заходите на наш сайт mal.ru, подписывайтесь в группу GreenRuss на наших соцсетях ВКонтакте и Telegram-канале. Опять же, заходите на YouTube, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо большое, что пришел. И вам спасибо, что пригласили. До новых встреч, до новых историй. Пока-пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова